МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню некоторые технические моменты. На все про все у нас не так много времени. 28 минут будет идти программа. Посередине мы уйдем на небольшой рекламный перерыв. На 2 минуты вас покинем, потом вернемся и продолжим наш разговор. Также напоминаю всем, что мы выходим в прямом эфире. Это значит, каждый из радиослушателей и телезрителей может присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 994545. Также, если вы хотите присоединиться к нашей беседе, но от чего-то не хотите звонить, стесняйтесь, например, можете написать нам наши мессенджеры телеграммы Viber, привязаны к номеру 7-921-708-2006. Сегодня 15 июля, середина лета и четверг. Приближаемся к окончанию рабочей недели. Сегодняшняя беседа обещает быть очень дружеской и непринужденной никакой политики, никаких социальных проблем. Сегодня мы говорим о лошадях. Тема обозначена так – верховая езда за полярным кругом. Верховой спорт для нашего региона не особенно характерен. Катерина, скажите, с чего лично ваше увлечение началось и как давно? Это началось еще с детства. Была безумно влюблена в лошадей и хотела быть рядом с ними. Но в 9 лет моя мечта сбылась. Меня привели на конюшню. Там я научилась ухаживать за лошадками, кормить их. Рвала травку для них. А ездить научились? А за это меня обучали в верховой езде. А сколько времени прошло, как вы считаете, от того, как вы сели на лошадь и когда вы уже стали уверенно себя чувствовать? Ну, вообще, чем чаще ездишь на лошади, тем быстрее обучаешься. Ну, через сколько? Через года три, наверное, я уже была уверена в себе. То есть такой большой срок все-таки понадобился? Ну да, что я еще тогда ребенок была. Как бы не особо что понимала, а уже с возрастом, когда уже стала взрослеть, уже понимала, как сидеть, как держаться, как управлять. Почему дети, очень многие, любят лошадей? Вот на своем примере, объясните. Вам нравились сказки про них, рассказы, или вам нравилось то, как они выглядят? Почему вы к ним тянулись? Любовь к лошадям вообще бывает разная. Вот у меня было тем, что я безумно... То, что они высокие, они красивые. Эстетическое наслаждение было, да? Вообще, да, вот из-за этого. Еще за эфиром Екатерина рассказала, что именно любовь к лошадям ее свела с будущим мужем, с будущим супругом. И это была очень интересная история. Екатерина, расскажите вот поподробнее, как это было. С мужем мы встретились на конюшне. Он приходил, помогал тоже. Он тоже был подростком на тот момент? Да, тоже был подростком, да. Много лет мы вместе, ну, как бы встречались. Тоже посвятил лошадкам. Пару раз катался. Ну, как бы это не него было вообще. Помочь, да, пожалуйста. А потом пути наши разошлись. И через 10 лет мы встретились в маршрутке. Сначала вас объединил лошадь, а потом другой вид транспорта. Транспорта, да. Уже колесный. Да, четырехколесный. И вот мы уже 8 лет вместе. На самом деле Екатерина и тоже на много лет отошла от темы лошадей и конного спорта, а потом вернулась в него. Это вообще тоже был большой перерыв в жизни. Как так получилось вообще, что вы столько так хотели, с детства осуществили мечту, начали заниматься верхом, хорошо начали ездить, а потом вот забросили это дело, это хобби? Ну, я не столько забросила, просто как бы дети, семья, работа. Пришлось, конечно, немножко отойти от этих дел. Уже не могла я так посвятить каждый день. Приезжала все равно раз в месяц, детишкам показывала. И после этого получилось. На данный момент работа с лошадьми – это подработка, это ваше хобби или это какое-то дополнительное занятие? Я так понимаю, основная работа у вас другая, она связана с медициной, да? Да, да. Нет, это хобби. Потому что общение с лошадью все равно как бы хочется с ней общаться. Она как бы успокаивает. Приходишь даже после основной работы, загруженная, уставшая, но то лошади поднимают настроение. Продолжаешь дальше двигаться, работать. Так как ваша работа именно идет сменами, да? Да, сменами. В больнице, да. То к лошадям у вас есть время как раз приезжать. И там вы конюх инструктор. Что входит в ваши обязанности? Мои обязанности – покормить, убрать, почистить, вывезти их на прогулку. Ну и, естественно, когда занятия, то провожу с людьми, с детьми инструктажи, экскурсии провожу. С какого возраста можно садиться верхом на лошади и начинать учиться ездить? Ну вообще желательно лет с восьми уже, наверное. Так вообще как бы катают детей с шести лет. Вот, но дети уже восемь лет более доступные. До них можно хоть как-то достучаться, потому что некоторые сейчас… В плане понимания? Да, да, ну как бы дети сейчас гиперактивные. Большинство детей гиперактивных, и поэтому они иногда не слышат, когда им говоришь. Да, просто покатать – это пожалуйста. А вот именно научить ездить, вот надо, чтобы они услышали. А бывает такое, что человек вот хочет научиться на лошади ездить, но боится? И как с этим бороться тогда? Ну, сначала мы рассказываем, ну, рядом с лошадью ставим человека, вот, объясняем, что она добрая. Она живая. Да, она живая, что, ну, все с лошадьми работаем, что мы с лошадьми работаем, что мы живы-здоровы, никто нас не покалечил, вот, что лошадь, она, как бы, как бы пытаемся человека приучить к тому, чтобы он не боялся лошади. Естественно, за этим уже следует, что человек может уже довериться ей и сесть на нее, вот. И потом… Вот так постепенно все и происходит, да? Да, все постепенно, да, насильственно, и такого нету. А нужно, чтобы этот человек угощал лошадь чем-то вкусным, чтобы она проникнулась к нему теплыми чувствами? Лошадь все равно проникнется, даже если ты ее вкусняшками не кормишь. Стоишь ее просто, они любят, когда их похлапывают по шее, поглаживают, вот, чешут их, это не очень безумно. Ну, конечно, вкусняшки они очень обожают, вот, без этого никак. А вот смотрите, Екатерина, если по собакам мы можем понять, веряет хвостом, значит, вы ей нравитесь, там вам бежит к вам, тычется в руки. Как это проявляют лошади? Симпатию. Симпатию. Если вы подходите к лошади и видите, что у нее ушки стоят и направлены в вашу сторону, значит, можете спокойно подходить к лошади. Она вам, вами заинтересована, и она хочет с вами пообщаться. Если вы видите, что у лошади ушки расположены назад, вот, вдоль шеи, лучше к ней не подходить. То есть прижимает как-то, да? Да, прижимает ушки, да, к ней лучше не подходить. Лучше отойти в сторонку, потому что она сегодня в нехорошем настроении, и этим она предупреждает. Сколько на данный момент в нашем городе лошадей? Вот вы как человек, занятый в этой сфере, можете хоть примерно сказать? Ну, лошадей у нас сейчас довольно много, голов 50, наверное. Вот, так как кони-владельцы покупают лошадей, ну, и каждый год они становятся все больше и больше. А с чем это связано? Доступнее стали? Ну, как бы, да, и для людей, во-первых, доступно, и люди стремятся к тому, чтобы заняться спортом. Вот, ведь на лошадях спорт очень хороший, особенно если повреждения, ну, как бы травмы позвоночника или повреждения, они, ну, и вообще, как бы, в нашей жизни сейчас лошадь, по-моему, это самый обалденный антистресс. Я думаю, что вам после вашей серьезнейшей работы в больнице, это просто полный антистресс, вот, на контрасте с тем, что вы делаете. Да, да. На данный момент, вот, в той конюшне, в которой работаете вы, сколько находится животных? У нас находится пять голов, наших трое, и две лошадки у нас на постой. Вот объясните для людей, которые в этой теме не очень, что значит на постой? Вам их сдают, чтобы у лошадей было место, где жить? У нас арендуют. Место? Место, да. И там у нас стоят лошадки. Мы за ними ухаживаем, чистим, кормим, убираем, вот, и также отправляем их на прогулку. А в это же время там может хозяин приехать, позаниматься верхом, да, на своей лошади? Да, да. Понятно. А скажите, пожалуйста, а бывает такое, что лошади не ладят между собой? Да, конечно, бывает такое. У вас, у ваших подопечных, есть такие вот нюансы? Нет, у нас все очень добрые и добродушные, вот, они уже привыкли к друг дружке, вот. Единственное, у нас сейчас небольшая ревность, так как у нас новая лошадка появилась, и естественно, они там ревнуют. Вот. Все охраняют у нас Венеру. Вокруг нее все ходят, все ее защищают от ежика. Ага, ага. А та что пытается сделать? Ежик это она ведь, да? Он. А, ежик он все-таки, да? Да. Вот. Ну, ничего такого они там особого нет, ну, просто они ее охраняют. А почему? Она самая старшая или самая добрая, да? Она самая добрая, она самая старшая. И сама дача... Да, и самая любимая среди всех. А когда вот приходят дети заниматься, ну, собирают заниматься, по каким параметрам вы им выбираете лошадь? Они могут сказать, вот мне нравится вот эта рыжая, я буду на ней заниматься? Или вы смотрите на ребенка и понимаете, какая ему больше подойдет? Да, конечно. Мы смотрим, во-первых, на ребенка, знакомимся сначала с ребенком или с человеком, который хочет заниматься. И от этого мы уже думаем, на ком заниматься. Вот. Если, допустим, человек такой, что немного побаивается, то у нас есть для этого добрая и добродушная Венера. Если человек такой смелый, рвущийся в бой, то у нас для этого и есть Паша, и есть Рада. Они более активные, да? Они более такие, что для, вот именно для таких людей, которые более, которые уверенные в себе и готовы на все. Ну, как бы... Почему девушки чаще тянутся к лошадям в верховой вообще спорт, в верховую езду? Если даже посмотреть на наш город, то вот как лошади, так постоянно с ними девчонки, а не молодые люди. Ну, вообще, как бы, заключается в том, что женщина, когда начинает ездить на лошади, вот, она чувствует себя, что она может все. Что она уверена в себе, что она не просто женщина, а что она готова, ну, может управлять всем миром. И даже когда... Вот так вот, глобально, да? Да, даже вот так. И даже когда уже девушка, которая прошла долгое обучение, проскакала голопом, съездила на маршрут, или, допустим, даже преодолевала препятствия, она вспоминает, как это было волнительно. Вот. И этому нету предела, вот, честно. Даже сама по себе знаю. А парням это интересны больше другие экстремальные увлечения? Ну, для мужчин, наверное, это как покорил лошадь под собой, она под ним двигается. И все, да? Ну, наверное, да, потому что, ну, как таковых, с мужчинами мало работаем, в основном с девушками, с детьми. У каждой лошади есть свой характер. Да. Я так понимаю, что ухаживая за ними, работая с ними, приходится под него подстраиваться? Конечно, да. Лошади, они же бывают разные. Есть добрые, есть не очень, есть доверчивые. Вообще, по натуре, лошади злыми вообще не бывают. А если лошадь укусила, значит, 12 человек? Конечно. В этом, либо он резко дернул рукой. Лошадь вообще по натуре самое пугливое животное. То есть, скорее всего, она могла испугаться, да, чего-то? Да, да. А не злиться? Да, да. Даже в этом. Вот. И поэтому, ну, находясь на конюшне, нельзя громко кричать, громко разговаривать. А сзади к лошади правда нельзя подходить? Конечно, нельзя. Потому что лошадь, это у неё, сзади она не видит, что происходит. И она может отбить задом в плане того, что, как бы, ну, защищая себя. То есть, она может не сначала посмотреть, а вот копытами ударить, а уже потом разбираться, что там да как. Она может просто, даже не просто ударить, она может в плане испуга ударить копытом. Вот. А так лучше нежелательно. Подбегать особенно не надо. Эти все правила, конечно, озвучиваются, да, людям, которые приходят? Конечно, да. Проходит у нас техника безопасности. Полностью мы рассказываем, что можно, что нельзя. Обо всех других нюансах верховой езды мы поговорим уже после рекламного перерыва. Реклама продлится буквально две минуты, так что советую не переключать «ФМ-волну» и ваш радиоканал. Открытая студия продолжает свое вещание. С вами я, Екатерина Богданова. В гостях у нас конюх-инструктор Екатерина Корженевская. На самом деле у нас в более обширном составе должна была проходить сегодняшняя программа. Еще должна была на ней присутствовать Ксения Дрожжина, непосредственно владелец лошадей, о которых мы сегодня говорим. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Ксения сейчас проходит лечение от лица телеканала и радиостанции. И от всех здесь присутствующих мы желаем ей скорейшего выздоровления. Так что Екатерина сегодня отдувается за всех. И за Ксению, и за себя. Продолжаем мы разговор о прекрасных животных, о лошадях. Екатерина, а вот кроме того, что вы ухаживаете за лошадьми, тренируете детей, а вы сами участвуете в соревнованиях? Ну, в детстве да, конечно. Всегда участвовала. Это был конкур, да? Да, по конкуру. Выездку я не особо люблю. А почему? Не знаю, я как-то не понимаю ее, поэтому для меня лучше прыгать препятствую. Так, для тех, кто не совсем понял, конкур это когда лошадь прыгает через различные препятствия на площадке, а выездка это когда она красиво ходит? Да, да. Или как правильно сказать? Выполняет алименты выездковые. Поэтому выездка не мое. А на данный момент вы сами занимаетесь в плане верховой езды? Как-то совершенствуете или уже некуда совершенствовать свои навыки? Нет, почему? Даже вот 27 июня у нас были соревнования. Я приехала с отпуска. У меня было три дня всего на подготовку. Ну, не главная победа, главное участие, за что я и получила благодарность за участие. Ну, Ксения у нас, конечно, заняла второе место. Да, соревнования проходили в Мурманске, да? В Мурманске были соревнования, а соревновались мурманские участники, областные, да? Да. Из области кто-то был? И область была, и Мурманск. Вот это так всегда интересно, что такие соревнования, даже на местном уровне, в нашем небольшом городе, где не так много лошадей, все равно устраивают соревнования по конному спорту. Во многих городах с таким количеством населения даже о таком и не думают. Нет. Как бы раньше у нас были, что со всей области вообще приезжало. Там свыше 25 голов было где-то даже. Вот. Но соревнования были активные, позитивные. Я помню, они проводились когда-то около Лапландии. Там была площадка. Была, да. Я как раз участвовала. Это были мои последние соревнования. А на данный момент где проводились соревнования? Это какая-то тоже площадка, да? Поле? Ну, сейчас как бы находимся, ну, проходят они на участке конюшен. Всегда разных. Вы участвовали в этих соревнованиях, видели, кто участники. Все-таки там девчонок большинство, да? Да. В основном одни девочки. Так и остается. Да. Какие вот... Когда вы участвовали в этих соревнованиях, были какие-то у вас, не знаю, воспоминания вот о том детстве, когда это все было так активно и так... Да, были. Были очень, да, воспоминания. Но когда была помоложе, думая, что у тебя 9 жизней, как у кошки. А теперь уже опасаешься больше, да? А теперь, да, уже... Может быть, не надо через такое высокое препятствие. Да, теперь уже понимаешь, что ты не бессмертна. Кстати, на самом деле, я до сих пор тоже помню, но я была зрителем на таких соревнованиях, и я помню, как скакали лошади, подъезжает она к препятству, просто не хочет прыгать, говорит, не хочу, тормозит, всадник слетает. Да, бывали такие. У меня частенько такое бывало. Это недоработка всадника или лошади, или их вместе? Вообще, лошадь и всадник – это одно целое. Как бы лошадь доверяет всаднику, а всадник доверяет лошади. А тут вот коммуникативная неудача случается, да? Да, а тут просто растерялись оба, и получается вот такой канзус, что вылетают из седла. Ну, все живы, все здоровы. Как видите, я к вам пришла своими ногами, поэтому мы этому безумно рады. Мы понимаем, что такое купить собаку, купить кошку, даже купить игуану. Как купить лошадь? Вот у нас люди заводят себе лошадь. Как это происходит? У нас же нет зоомагазина с лошадьми. Нет, у нас нет. У нас есть сайты. Так же, как, например, Авито. Тоже есть продажа лошадей. Также у лошадей есть паспорта. Также составляется договор купли-продажи. То есть это в какой-то другой город, скорее всего, поедешь? Да, в основном у нас Питер, Москва, Ленинград. Короче, на югах в основном. Очень много везде продают, потому что конезаводы. Там специально разводят лошадей. У нас, как такового, здесь не разводят лошадей. Здесь уже работают любители. Ну, или здесь у кого-то просто перекупаешь, кто решил расстаться со своей лошадью. Да, тоже бывает такое. Такое бывает, да? Да, бывает. Это редкие случаи? Да, редко бывает, потому что в основном люди покупают по одной лошади. Если уже видят, что у них не хватает времени, или они по финансам не справляются, тогда они продают лошадь. В лучшие условия. Да, в лучшие условия. А у вас с Ксенией есть идеи расширять поголовье лошадей в конюшне? Ну, я надеюсь, что, наверное, да, потому что об этом разговаривали. Скорее всего, будем расширять поголовье. Насколько сейчас большой спрос на занятия верховой ездой? Спрос большой. Ну, не только на занятия верховой ездой, на вот просто маршрут пройти куда-то красивый, да, съездить там в Териберку, тоже на рыбачий. Ну, пока на Териберку, я не знаю, там есть, нету у нас, ну, как бы записей. А вот насчет прокатов у нас на конюшне, да, на прогулку очень много людей ездит. Потом на занятия, чтобы научиться ездить, держаться на лошади равновесие, ну, и управлять лошадью очень тоже много людей. В основном сейчас тянутся взрослые. Вот я хотела спросить, если ты в сознательном возрасте первый раз в натуре увидел вот настоящую лошадь, вы говорите, что лучше садиться с детства, конечно, а если, ну, так не случилось, можно прийти в 35 лет и сказать, я так хочу? Конечно, можно. Но это будет трудней? Ну, не особо. Это трудно. Главное, перебороть свой страх, потому что у людей в таком возрасте страх вызывается. Это как раз, наверное, разница между обучением детей, который еще все поскакал, и вот такими взрослыми людьми уже в сознательном возрасте. Да, в сознательном возрасте, конечно, уже по-другому думаешь. А приходят такие люди вообще, вот как они объясняют, почему он решил вдруг прийти и сесть в седло? Не, мы задаем такие вопросы. Вот что они отвечают? А вот хочется. Хочется в жизни попробовать все. Но это у нас как бы в жизни и получается, что надо всего по чуть-чуть попробовать. И вот люди у нас и решаются, а не попробовать ли мне научиться ездить? А ездить на лошади может научиться любой человек? Или бывает такое, вот приходит и вот понимает, это не его. И вы понимаете, что это не его. Конечно. Как с машинами бывает. Да, есть человек, ну как, главное желание. Будет желание, будет уверенность в себе, и человек научится ездить. Если нет желания, нет уверенности, человек, конечно, не научится. Он поймет, что это не его, и он просто развернется и уйдет. Что обязательно должно быть на человека, который обучается в верховой езде в плане экипировки, защиты? Ну, в первую очередь техника безопасности. Потом подбор одежды защитной. Это шлем, это бронька, которая одевается на грудь. Да, защита спины, потому что в первую очередь мы что защищаем? Это спину и голову. Ну и, естественно, подбор одежды. Та, которая, чтобы не стесняла, чтобы была удобная обувь, удобные штаны, чтобы не скользили. И, чтобы не сковывало, чтобы было свободно при езде на лошади. Вот это основное, да? Содержание лошади, это дорого? Вот расскажите просто, например, не знаю, в месяц содержание одной лошади сколько стоит? Мы понимаем, что может от и до, смотря чем кормить, смотря как содержать, но все-таки. Ну, содержание вообще самое дорогое. Так как у нас основные корма и сено, это привозные. Плюс подкормки, кальций, витамины. Все это тоже привозное у нас для лошадей специальное. Вообще стоим от 15 до 30 тысяч в месяц. За каждую лошадь? Да. Плюс не забываем о том, что два раза в месяц нужно расчищать копыта лошадям. Это еще. То есть это делает какой-то специалист? Конечно, да. За определенную сумму? Так это стоит полторы тысячи. Одна расчистка. Это нужно делать для того, чтобы у них не было проблем с ногами, да? Да, конечно. Потому что копыта, как и ногти у людей, они тоже отрастают. И делают дискомфорт для лошади. Ипотерапия. Очень интересная тема. Расскажите, пожалуйста, каким образом лошади помогают людям, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем? И с какими проблемами со здоровьем можно прийти к лошадям, и они тебе помогут чем-то? Вы поможете как-то? Вообще ипотерапия. Это очень... Так, сейчас. Не волнуйтесь, все хорошо. В нашем случае лишь укрепляет, ну, укрепление гимнастика для регулирования и выработка... Мы укрепляем мышцы, учим балансировки на лошади. Как основной, как бы, ипотерапией самой, как бы, мы не занимаемся. Ну, потому что там должны быть какие-то определенные знания, документы и так далее. Поэтому... Ну, а вообще, как бы, если дети приходят, да, допустим, с ограниченной возможностью, мы стараемся создать комфорт для ребенка, чтобы он, как бы, не боялся, потому что они, как бы, не понимают этого, что это за большое такое животное. Но они к ним тянутся очень сильно. А вы видите потом разницу, что ребенку стало явно лучше? Конечно, да. Радостней хотя бы стали. Был у меня один случай много лет тому назад, еще до того, как уйти из спорта. А расскажите, пожалуйста, конечно, без имен, вот так вот расскажите, что было. Да, была у меня девочка, приходила, я ее катала на лошадке, она не могла ни ходить, ни держаться, ничего. У нее было ДЦП или что-то было, да? Да, ДЦП. Вот, я с ней пробыла, наверное, год. После этого мы... Я ушла. Не было меня на конюшне, наверное, где-то с год. Вот, я приехала обратно и вижу ее, что она уже самостоятельно сидит на большой лошади, а я ее водила на маленькой. На поняшке, да. Вот. Папа ее всегда держал рядышком, ходил, чтобы она... А через год, да, вот я увидела, что она уже самостоятельно сидит. Папа идет рядом, просто держит ее за ножку, а она сидит. Вот это меня поразило больше всего, что с лошадьми общение лучшее для детей. Скажите, пожалуйста, все-таки вот ваши лошади, которые там пять, пять человек, чуть не сказала, на конюшне находятся. Вот когда вы приходите с ними общаться, бывает, что вы просто не только кормите, кормите, ухаживаете, вы с ними общаетесь, разговариваете вообще? Им это нужно? Конечно, когда особенно заходишь на конюшню, утром открываешь дверь, они начинают с тобой разговаривать. Вот, они по-своему игугокают тебя, это они приветствуют. После того, как их покормишь, они уже ждут, стоят, что знают, что их сейчас гулять отправят. Они уже такие, давай-давай. Да, 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 да. Ну, перед тем, как мы их на прогулку, мы, естественно, их почистим, смахнем, ну, как бы сделаем массажик. У них же специальные щетки, которые массажные, вот, где-то, может быть, почесалось у них там, мы их и почешем. Все, потом после этого они идут на прогулку. Ну, и, естественно, они знают еще и когда время обеда. Они уже все стоят. Копытом бьют? Они уже стоят. Мисками гремят? Ну, мисками не гремят, конечно, но уже игугокают, уже зовут, типа, так, тут уже время обеда, говорят, пошли, ну, типа, ты где? Давай, заводи нас кормить. Никитина, у нас не так много времени остается до конца эфира, буквально минутка. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали пару слов тем людям, которые всю жизнь хотели научиться или и сейчас хотят ездить верхом, но почему до сих пор не решаются? Хочу сказать, что это самое здоровское, самое обалденное чувство, от которого просто люди в восторге. Я сама 15 лет как бы не получалось у меня вырваться, а сейчас я просто с утра и до вечера там безумно рада всему этому, потому что у меня есть такое хобби и такие обалденные здоровские лошадки, которые меня всегда понимают, которые меня во всем слушаются. И поддерживают. И поддерживают, да. Вот такая открытая студия сегодня была на позитивной ноте. Я, Екатерина Богданова, общалась сегодня с Екатериной Корженевской, конюхом-инструктором. На этом открытая студия завершается, а вернется она к вам уже завтра. До свидания. Открытая студия